Юлия Волкова Я не могу сказать, что не похожа, потому что, естественно, я вообще сейчас собираюсь сделать свой отдельный сайт, в зависимости уже от группы, ни от чего, уже в зависимости от имейла какого-то, просто свой сайт создать. Я уже начала всякие идеи этого. Вы знаете, 50%, да, 50% нет. То есть половина осталась, конечно, со времен провокативных вот этих вот всех, потому что достаточно, я, конечно, негладкий абсолютно человек, это естественно, я люблю всякие, ну, я не знаю, там, и все остальное. Войне и все остальное, да, потом чиппитку сделаете. Вот, в общем, вот, всякие тусовки, тусоваться, людей, как бы, то есть достаточно такой, не знаю, там, и встречи какие-то, и молодые люди, или еще что-то. Но в чем-то нет, потому что очень часто привеличивают перебор, потому что, как бы, я считаю, что я прям, ну, совсем такая уже конченая, там, тусовщица, которая, там, нет, естественно, у меня ребенок и семья, и любимый человек, как бы, и у меня двояка. Я могу и быть дома, и могу и тусоваться, как бы, для меня это так. Я не совсем прям такой потерянный, конченый человек, который живет только миром тусовок, молодых людей и всего остального, нет. Бывает такое, что после посещения какого-нибудь клуба вечером утром почитаешь из себя в интернете? Конечно, конечно. Юля там вчера раздевалась в клубе, конечно, показывалась им стремиться, естественно. Не спорю. С фотографиями? Пару раз было с фотками, но нигде обнаженная такая, я в таком состоянии уже. Привет, ромашки. Не знаю, мне никогда не будет стыдно. Я считаю, что я такой же человек, как и все, я также имею право выпить и потусить, да, почему нет, почему я тоже молодая, да, я пошла в клубе, да, я выпила. Напилась, ну а что, у кого не бывает? А что, мои фанатки не напиваются, а мама с папой меня так же не гуляли, а вы так не гуляете иногда. Я, наоборот, приближенная к людям, я, наоборот, показываю, что я такой же человек, что я не девочка, которая только поет с микрофоном, а что я так же умею отдыхать. Тебе никогда не хотелось убрать какие-нибудь сведения из интернета? Нет, потому что это интернат. Судя по сайту и дневникам татушек, к интернату они относятся более чем прохладно. Записи в дневниках формальные и нерегулярные, а поклонники могут ждать ответов месяцами, но так и не дождаться. Я всегда читаю форум. Читаю, но не особо, не всегда отечаянно. Не знаю, мне интересно, чего-то писать. Мне интересно, как пишут, когда вопрос остается загадкой. Я не дружу, я не люблю компьютеры, у меня голова очень начинает болеть. Мне надо, чтобы со мной кто-то стоял рядом и говорил, вот теперь сюда нажми, а потом вот сюда, а потом еще вот сюда, и все нормально. В основном у меня молодой человек за компьютером сидит, если мне что-то надо, я говорю, посмотри мне это, посмотри мне то, покажи мне то, а вот открою вот здесь, а вот край открою вот то. Внимание, которое сейчас идет, дети растут совершенно не в реальной, вот в той реальности, когда они просто разговаривают только про игры, больше ни о чем. Ну, я как-то не очень хорошо к этому отношусь, поэтому считаю, что компьютер вообще надо дозировать. Знаете, как я пишу свой дневник? Я отсылаю смс-ку нашему пиар-менеджеру своим дневником, а она выставляет. Не, ну мы так и делаем, да, либо мы на листочках просто пишем. Зато, в отличие от многих артистов, у тату есть интернет-магазин. Так что поклонники, не дождавшиеся ответы Юлии или Кати, могут утешиться, купив футболку с изображениями своих кумиров. Субтитры сделал DimaTorzok